24 августа президент Шаджо Байден обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским обучение украинских лётчиков управлению американскими истребителями F-16. Белый дом будет в ускоренном порядке выдавать разрешение другим государствам на передачу Киеву самолётов, заверил Байден. Президент Байден и президент Зеленский обсудили начало подготовки украинских лётчиков и обеспечение ускоренного разрешения другим странам на передачу своих F-16 Украине после завершения обучения для повышения обороноспособности Украины. От имени американского народа президент Байден выразил восхищение храбростью и самопожертвованием украинского народа, борющегося за свою свободу и своё безопасное будущее. Из сообщения на сайте Белого дома. В октябре украинские пилоты и технический персонал начнут обучение по эксплуатации американских истребителей F-16 на авиабазе ВВС США в Аризоне, сообщили в Пентагоне. Украина сама определит количество пилотов, которые ей необходимы для прохождения подготовки. И опять же, это существенно увеличит возможности коалиции по обучению этих лётчиков. Так что это ещё одно место для тренировок. Что касается сроков поставки F-16 Украине, Райдер отметил, Соединённые Штаты пытаются сделать всё, чтобы ускорить этот процесс. Но речь идёт о месяцах, а не неделях. Кроме того, важна и готовность Украины обслуживать эти самолёты. Обучение пилотов, обслуживающего персонала – это одна составляющая, другой частью является обеспечение в подходящее время того наземного оборудования, которое у них есть. Возможность управлять и поддерживать эти самолёты с украинских аэродромов. И всё это будет в будущем. А вот вопрос с поставками Атакамс пока не решён. По словам главы Объединённого комитета начальников штабов США Марка Милли, Вашингтон обсуждает вопрос о предоставлении Киеву армейских тактических ракетных систем дальнего действия. Атакамс – спорная тема, и по многим причинам они до сих пор их не получили. Президент Байден на данный момент не сказал ни нет, ни да. Во время визита в Киев премьер-министр Норвегии Йонас Гарстёре заявил, что его страна приняла решение передать ВСУ самолёты F-16. Норвегия переходит на более современные истребители и несколько лет назад уже передала часть своих самолётов Румынии. Сейчас два истребителя мы выделяем сразу для учебной миссии и будем рассматривать то, что осталось. Их не так много, но я надеюсь, что мы их сможем передать Украине. Мы это делаем опять же после того, как на прошлой неделе на это дали согласие США. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов убеждён, как только американские истребители F-16 появятся в украинском небе, ситуация на фронте радикально изменится.